итак здорово все с вами опять в на массы сегодня короче будет обзор так сказать обзор на lancer lancer валюшин один из офигенных героев мой один из самых любимых из очень любимых я когда первый раз увидел я просто офигел когда он иллюзии свои создавал я думал как его убить а он счета был прокачанному он нашу базу кажись сломал но я точно сейчас уже не помню это было уже давно в начале самом и у нее иллюзия думал как вообще можно убить ну да иллюзия несложно относительно несложно убивается но уже много очень он там десятки создавал вот потом я потом я короче сыграл и конечно понял что офигенный к сожалению с раками попал в команду они вот выбрали два мида идиоты блин пусть идет пуш на мид а второе не уходи ты чё хочешь проиграть что пусть 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 идёт пусть нормально играть допускать но просто проиграем тут же на лайн это говно полный дохуй знает мы не скажи пучного если пусть нормальный тут но есть пусть нормальный ты мы тем более лучше на мид идти согласись так короче начальный закуп стандартный сапог плюс танго то тут хорошо я специально пошел посмотрел чтобы был с дальним на лайне так лучше когда ближний дальний блин тормозит собака а первым скиллом я прокачал первый скил вот такая вот смешная вещь получилась первым скиллом прокачал первый скилл ну потому что он классный так у них войдет ваще пипец говно полный плюс у них алхимик это тоже говно полное смысле он очень хороший очень сложный этот если но если грамм играть так вторым я качаю это инвиз у него есть инвиз правда кратковременный всего лишь 8 секунд но при этом он создает иллюзию это просто офигенный вниз и можно врагов разводить когда ты им иллюзию посылаешь и они на нее скиллы свои кидают а это иллюзия но это конечно не всегда прокатывает если кто поумнее он не начинает кидать скиллы он а сначала атакой трахает короче иллюзию и видит что это иллюзия но иногда глупые прокатывает короче иллюзию кидаешь и все так надо ему надо фармить и такие но тут не очень получается потому что хотя у них два ближних ну потому что хирург на почему дима и текст экса я вообще не люблю он на самом деле если грамотно им играть то он очень сложный чувак он очень хорошо у нас конечно коры же нет он очень хорошо дамажит даже не столько дамажит у нее просто обилка такая прикольный вот короче очень классный герой но им по идее надо хорошо фармить так давайте щады на и сделаем не говорят что не делаешь динай ну блять не получится я хотел бы на и сделать сновить акс побежал и все мои планы спутал то третьим я качаю иллюзии вот этот третий скилл он дает иллюзии офигенный скилл у нас нету куры это конечно очень хреново я купил танго но я его не могу доставить к ним я боюсь подходить потому что x может акс много чего может сделать пример он может меня согреть при этом у него сработает пассивка который может несколько раз работать дофига снимут лс и короче очень это все хреново так нормальным файл файн фарма не получается узнать до на еще будет оба ха 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 дамай бать станет совет до нас опять не дана не получилось вдвое было так можно начинать немножко мало тратить и вау него будет маны не хватать первое время потому что у него классные способности которые так и хочется заюзать ответ иллюзии уже появилась и поэтому маны будет не хватать, но так как я скорее всего сейчас на базу побегу, потому что куры нету, сливаться неохотно, я юзаю первый скилл, он классный, он замедляет, он летящий, урон наносит, плюс он создает иллюзию, которая тоже урон наносит, хотя, ну она как иллюзия быстро убивается, но все равно иногда это фатально становится. Вот, вот так вот. Ну Queen of Pain, не факт, что она хорошо играет, дальше что я делаю? Я качаю, я буду более надежно играть, поэтому в принципе можно максить иллюзии, но я буду максить невидимку, потому что невидимка, она что дает? Она дает меньше маны и кодэ гораздо меньше, и это очень важно, потому что маленький кодэ, ну это понятно, думаю, не стоит объяснять, что это дает маленький кодэ, но самое главное, что на первом уровне оно нужно 150 маны, это очень много, на втором 120, а в конце короче 60, то есть вообще маны практически не требуется, поэтому очень важно качать вначале, на самом деле. Потом просто нет уже смысла, когда много маны, но все равно 150 это всегда будет дорого. Так, руна что ли там, что они пикают? Дальше я буду максить иллюзии, то есть я буду инвиз и иллюзии. Первый скилл он на урон, но фишка в том, что он хороший, но он опять же, он занимает очень много маны, 125. Так, Пейн тут пошла в лабанг и умерла, ну хер с ней, дура тупая. Хотя у него может мало хелсы было, но это глупо, на самом деле так нельзя играть, не играйте так никогда. Нельзя проводить никаких рискованных операций. Квин, купи эту, куру. Нельзя проводить рискованных операций, лучше надежно играть, чем это. А вось выгорит, а вось не выгорит, вот чалк не выгорел. И еще хочу сказать, что Квин, вернее, Лансер, Эволюшн, он очень тонкий герой, поэтому я не суюсь. Пара тычек, и он уже лоу хп. Вот, короче, именно поэтому я первым буду собирать артефактом, ну не артефактом, вангард, потому что у него очень лоу хп, и вангард, во-первых, ему нечем хилиться, а вангард будет хилиться, и, во-вторых, больше хп, больше стойкости, это очень важно. О, дальше можно собирать очень много чо, потому что классный очень герой, и поэтому ему много чо подходит. К примеру, ему подходит Тараска, но Тараску лучше не собирать, потому что 3200 достаточно дорого. Вот. Этим героем можно тащить, но, к сожалению, если нормальные и хорошие раки в команде, то у вас не получится. Не получится нормально тащить, даже если вы будете божественно играть. Тебя не слышно, у тебя скрипит. Вот. Не получится. Я просто уже пару раз сыграл, я играл реально божественно, но там такие раки попадались в команде, что... что пипец просто, просто зарывайся. И меня потом втроем, вчетвером просто выносили. Один на один, это понятно, один на два, понятно, но когда у тебя 3 нафиженных врага ебашат, то, к сожалению, тут уже ничего не сделаешь. А фишка в том, что у него иллюзии классные, но ему нужно для них раскочегариться. Иллюзии сразу не появляются. У них шанс, в принципе, небольшой. Вот. Но... Фишка в том, что раскочегариться, короче, надо, то есть нужно нанести несколько ударов. Обычно с 3-4 удара в среднем где-то начинает иллюзия появляться. Вот. А 3-4 удара, пока ты их нанесешь, тебя уже во все щели, короче, вынесут. Ну, я качаю ульту. Ульта она фактически улучшает иллюзии. Так. Войду хана. Ну, войд я сразу заметил, что днище тупое, он сразу лез в подвышку в самом начале. Еще он даже не подвышку, но у него хп отбиралось и он лез стойко вперед. Именно лез. Вот я, к примеру, если у меня лоу хп войдом, я хотя бы не лезу. Это обычно меня просто, ну, бьют как бы. А он, как бы, у него было половина хп и он еще и лез к тому же вперед. То есть, даун полный. Плюс он впереди стоял вместо того, чтобы стоять сзади и подходить. И подходить это самое. Ну, для ласт хита. Первым делом я беру колечко. Так, танго можно продать, оно уже не нужно. Конечно, это меньше золота, но пофиг, это не важно. Куру купили. Вторым я покупаю щиток. Щиток тоже неплохая вещь. Особенно в начале. Ну и в конце концов именно из этого будет вэнгард собираться. Ну и, соответственно, третьим я сейчас куплю. А, как это называется? Фаталити, не фаталити. Ну, короче, хелсу я куплю. А дальше ему можно собирать, вот, к примеру, диффузы у него в рекомендуемых. В принципе, неплохая вещь, но... он фармит хорошо, поэтому я собирал другие вещи, но в принципе, в данном случае я соберу диффуз. В принципе, вещь неплохая. Она, почему я ее не очень уважаю, потому что она больше один на один как бы нужна. То есть, она замедляет врага. Это, конечно, классно, но это в основном на один на один больше нужно. Либо, когда ты спокойно стоишь в сторонке. Вот, а если ты, к примеру, Тараску первым собираешь, то это весьма неплохо. И это не смешно звучит, потому что первым реально можно Тараску собирать, так как я сказал, он хорошо фармит. Потом. Сейчас не очень, но потом за счет иллюзии он очень хорошо фармить будет. И можно реально быстро собирать. Вот, я качаю иллюзии. В принципе, я мог бы замаксить уже инвиз, но пока что в инвизии нет необходимости. Сейчас у меня уже благодаря тому, что Раки против нас играет, я уже собрал колечко, и уже в инвизии меньше необходимости. Поэтому можно максить иллюзии. Я извините. Так, так вот, диффуз, он такой, как бы, можно собирать криты потом. Тоже классная вещь. Можно собирать манту, тоже классная вещь. манта позволяет сразу в бой идти. Потому что, так тебе нужно раскочегариться иллюзиями, а с мантой ты можешь сразу иллюзии создать. Только более крепкие, кажется, иллюзии у манты, чем у самого этого придурка лансера эволюшена. Вот, поэтому манта тоже классная вещь. Ну, я говорю, он классный герой, ему все классно, непонятно, что вообще покупать. Ну, потому что все вкусненькое, реально. Некоторым достаточно жестко нужно что-то покупать, либо выбор небольшой, там, два выбора, к примеру. Особенно хреново саппортом. То есть, понятно, там меку собрать, башмаки, но дальше, что, там уже выбор, и он такой выбор, ни то, ни сё, как бы, можешь хекс собирать или еще что-то. Тут же, как бы, все вкусняшка, как бы, все можно собирать, поэтому, вот, мантак, классно, диффузы, классно, тараска, классно, а дейдалус, классно, то есть, выбирать, что хочешь. Ну, я сейчас сказал, я буду диффузы собирать, потрачу ману. Ну, я на самом деле потратил только ради того, что если бы за ним побежал за морфом экс, вот, чисто ради этого. Так, по пику могу сказать, что у нас на два керри, я и морф, моф тип керри. У них керри тоже два, алхимик и и войт. У них этот, как у инвокер, если грамотный, то он кое-что может сделать. Он девятого левела, это опасно, когда он будет приходить. Если он грамотно, короче, умеет играть, то это хреново, конечно. Но если не умеет, то от него пользы никакой не будет. И в лейте в любом случае от него будет очень мало пользы. При любом раскладе, даже если грамотный. Так, давайте пойдем пытаемся убить. Ладно, я дамаксил, так и быть. Дамаксил невидимку, пусть будет, чтобы не париться уже просто об этом. Вот, я ушел в инвиз в последний момент грамот. Хотя, понятно, что воид, воид инвиз разрушен, это все понятно. Но я все равно отошел на метр от экса, и он бы меня, к примеру, не добил. Так, они там бегут за воидом, но тут... О, могли бы, кстати, догнать, но я не увидел, что пошел, что пошел пудж. Ладно, его все равно догнали. Так, нормально, счет отличный, то есть, тяжело, тяжело затащить, когда играют раки, но тут нормальный счет. То есть, раки, это, к примеру, я не знаю, 0,8 или там 2,8, вот так вот, 2,6 там, или 0,10, это все понятно. Но тут нормально, как бы, 6,4. А, в их пользу, но тем лучше, тем лучше. Да не слышно тебя, луфи. Так, все, я направляю курок с секретной лавки. Пришел инвокер, еще я буду покупать здоровье, забыл, как он называется. Ага, они на ганг пошли, но они отсосут у нас. Так, 1094, оно 1100 стоит. вот оно называется. Какая-то мразь перенаправила куру. Ага, виталити, вот я все, фаталити, фаталити, виталити. Все, виталити приедет, и уже будет неплохо. потом я начну диффуз собирать. Блин, какая сволочь. Не направила куру, или ты ей не направил, но я вроде ее направил. Кто-то щупает мою куру. Так, надо, чтобы ее еще не убили, поэтому я иду ей навстречу. На всякий случай, на всякий пожарный. Иногда лишним не бывает. Кура мищебродская. Все, вангард есть. А, теперь я сапог собираю, вот. Забыл. Сапог надо собрать. Сапог собираем рекомендованный, в принципе, нормально. Только я его соберу на силу, чтобы толще был, как я говорю. А, он достаточно тонкий герой, поэтому я буду собирать его на силу. Так, они вообще обнаглели, смотрите, зашли к нам вообще, на нашу базу. То есть, сейчас мы их будем сношать. Ну, они вообще наглые. Ну, раки, раки, что ты скажешь? Эх ты, блядь, не так все просто. Вот я их развожу, смотрите. Разводка не сработала. Ладно, хер с ними. Но я просто в одиночку ничего бы не смог. Я думал, с нами еще кто-то пойдет, но в итоге оказался один, и в одиночку они бы меня убили. Это понятно. То есть, инвокер бы что-нибудь кинул два раза, и этот бы акс меня добил, согрел. Ну, тут все понятно. Тут, что я... Так, низ у нас уже просрали, уже 8-4. Это хреново. Все-таки раки, а? Сволочи. Попытаюсь задержать его. Так, Макшу иллюзии. Максу, Максу иллюзии. Так, сейчас будет разборняк. Смотрите, тут концентрация. Вот. Инвокеру капец. У меня протормоз. Ах ты, мразь. Ушел в инвиз. сука. Красавчик, конечно, что скажешь. Ну, я думал, что он может в инвиз уйдет, но это не так просто. Ну, ладно, нормально. Если он сумел уйти в инвиз, то красава. Надо нажать QQV RD. QQV RD. Но это надо резко нажать и в то же время не скосячить. Или QQE. Ну, по-моему, QQV RD. Так, приближается вражина. Ух ты, бля, под дабл дамагом. Я покупаю... Давайте я его заторможу. Но это, конечно, не поможет. Но это и так было понятно. У меня маны маловато. Да, вообще, конечно, я ебал. Вот это он уже собрал Mask of Madness и это, блин, что за херня? Когда? Когда он успел? Рачины тупые. У него же 2 кило. Вот, сука. Ну, один он сейчас, а второй это когда? Ну, мудачки, конечно, мудачки. Вот это как раз один из самых плохих для... для этого, для лансера. Ну, никто не поможет. А у меня маны нет, к сожалению. Для лансера один из самых плохих. конечно, тут базу ломает, блин, тупые ублюдки, а? не, 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 я на базу возвращаюсь, тут без вариантов. У меня просто маны, без маны, и фантом лансера он как бы отсосет, тем более. Он просто, он не может просто как бы бить. С одних иллюзий толку мало. Чуваки, соберите, снифите их, отстаивайте вышки и смотрите по сторонам. Ну, блять, рачо тупое, у них сильные игроки, так они еще и фидят. Ну, Мирана, конечно, я только и хотел сказать, что не бегай, а слово хп и без маны, она, конечно, ну, блять, а, я еще и говорю, Мирана, не бегай, слово хп и без маны. Я думал, это я нажал случайно. Ох, херово вообще, чуваки, херово. Да, блин, я думал, нормальный, счет был нормальный, 6-4. Видите, как все быстро меняется в этом мире, а то тут именно, если бы не было Войда, было бы гораздо проще, но Войд он своим сраным куполом. Я не думал, что они будут как чурки сливаться, ну смотрите, ну что такого. Я вообще, фарма никакого, блин. Сейчас я добью и пойду на помощь, но, наверное, помощь уже не понадобится. Ну ладно, иду на помощь. Даже не добил. Блять, сука, говно ебанное. Ну, мрази тупые, сука, врачи ебаные. Ага, морф еще хотел пойти на мид, 0-4. Удачело. Ты ебан, завалил. Блять, я случайно опять нажал. Завалил ты, чушка жирная вообще. А, или он ему сказал, или это я нашел, не знаю. Да, это пипец, короче, смотрите, какие, 1-4, 2-3, 0-4. Пипец, вообще. Рачье тупое. Пипец, тут ничего не сделаешь, суки, мрази. Тупые, а я даже башмак не нафармил. Блять, уебаные, а, сука, и что ты делаешь, они классные, у них вообще классные эти, блин. Пик классный. А у нас Мирану ебаную выбрали, сука, кто Мирану пикает, блин. Дегенерат какие-то, блин. Сука, трусы, которые все время джампом хотят выйти с боя. У нее вообще никаких обилок нет нормально. Знаю, правда я ни разу не играл, но знаю. заебись, у них минимум это 10 левел, я 9. Про наших ракообразных я вообще не говорю. Да, блин, повезло с уебками в команде быть, сука. Мы рушим. так, да собираю сапог, невзмутимо. Да, у них воет это ебать, он конечно, он уже мочит, а что дальше будет, это я боюсь просто представить. Чуваки, давайте что ли хоть вместе ходить. атакуем. Атакуем. Блин, идиоты нахуй. Дауны тупые. Ну ладно, давай, я начинаю почегариться. Он еще классно, кстати, подходит для Пуша, Пуша Лайна. Да, заебись, распочегарился. Ладно, ухожу, тут эти черные тупые. Пипец, они все пришли. Спасибо за ку-куш. Да, слили вообще жестоко, блин, ракообразный с ракообразными попался, блин, сука. Ёбки тупые, блин, а пипец. Вот что с такими делать, я же говорю, ну что с ними сделать? Ну идиоты, блин, генераты, нахуй. Сука, и бегают тут, бегают нахуй только. Хуй знает, знаете, они как недойные коровы, блять, бегают, неподойные. Смотрите, туда, смотрите, они то туда бегают, то сюда. Хук от бога. Так, батя затащил. На самом деле, пудж, это бессмысленная хуйня, он только если вырли гейм, если затащит, еще вот единственный смысл. Дальше это кусок мяса, ненужного. Квопа у нас походу дура. Квопа с прокаста должна убивать. Кого она должна убивать? Ну не знаю, инвокера, к примеру. Ну не хвощи все жирные. Ну инвокер, может даже Войду можно. Да, пипец, вот с мудачками, сука, попался. Ща купол будет, смотрите, батя говорит, ща купол будет. Не, он отошел. Реально было видно, как хочет купол поставить. Но у них, блин, у них масса станер, купол, плюс еще станер, плюс, блин, у них, конечно, пик хороший. Он плохой, если мы бы нормально прокачались, но он хороший. Ну-ка, ща купол будет. Развожу, развожу. Ну и мне чего ща бояться просто. Лучше как корова, сука, неподойный, ходит. Мне осталось, чтобы захукать кого-нибудь. Хуй, тудачок. Ну, что тут сделаешь? Они уже хуй знает, какого левела. А эти, как, сука, вот этот должен, у нас танк, короче, морф, конечно, он будет, как сосо, сзади стоять. Он должен врываться, у него как раз для врыва, обилка. Он должен отожраться и ворваться, нахуй. Морф, ты должен перевести все, короче, в хп и ворваться. Ну, правда, на самом деле, восьмого левела, конечно, он же не ворвется. Но, в принципе, он так должен делать. Да, пипец, они нас жмут вообще, я ебу, что тут делать? Мне просто можно в лес идти, формиться, но неохота, потому что они потом в пятером придут. Мы видим. пупец, но заебись, видите, он сагрил, экс сагрил мою копию, иллюзию. Вы знаете, решил Мирана ворваться, заебись, ворвалась. Красавчик. Красавчик. О, сейчас купол будет, смотрите, купол от бога, видали? О, хотя бы эту убью, чурку. ну вот, хотя бы что-то. О, ща инвокер ляжет. Батя предрекает, предрекает, что если он сейчас в инвес не уйдет, то он ляжет. А не, не ляжет, сука. Ну, у меня маны нет, я бы его замедлил, но видите, маны нет. Так, все, покупай диффузы. А, ладно, куплю мантию тогда. Как раз не хватает маны, хотя уже достаточно уже 560, но все равно не хватает. Не, может, конечно, сейчас скажут самые умные раки, скажут, сейчас, сапог переставь на ману. Ну, это раки вот скажут, как раз такие вот, с которыми я сейчас играю, мудаки тупые. Зато уже 30 минут продержались, в принципе, самое позорное это слиться на 28-й где-то в минуте. Ну, раньше, это тоже понятно, тоже позорно, но тут уже 30 бедут продержались. Может, сейчас родим что-то. Хотя у нас некому рожать. Морф днище, а именно он должен сейчас качаться. От остальных смысла нету. То есть квопа, в принципе, кое-что может сделать. Ну, как будет. Ух ты бля Вот, я бы собрал диффузы А дальше бы я что собрал Если бы все было нормально, я бы что-нибудь собрал Но в этой Похоже, я ничего не соберу С этими тупыми мудачками Сука, он даже акса не может выцепить Акса тут был не за крипом Ну смотрите, ну что Пудш никого не цепляет Вон он Акс Ну Пудш, понятно, днище тупое Ладно, холсы нету Да и маны немного, поэтому я отойду Да, это пипец Ягуар, это конечно да, 0.7 Еще на мид хотел идти Что тут делать, нечего делать Смотрите, он купол хочет поставить Ну давай, купол ставь Ну ставь, че ты Да пизда ему Сейчас я на Уокеру будет пизда Заебись Вовремя Мирана прыгнула Я боюсь идти в лес Там злые детки Так 22.8, нормально Войт уже 15-го, правда я уже 14-го левела Ну видите, я 14-го, а у нас все днище 10-го, 11-го Ну блять, я же вот сказал Ну я думал нормально все будет Вроде 6-4 было Картина неожиданно изменилась Мордом достаточно тяжело играть, я им пару раз сыграл У нас своеобразная игра, как бы за него Ну видите, сколько иллюзий с десяток Ну не 10, ну штук 7-8 О, мочат мои иллюзии, молодцы, красавчики О, можно дальше купить Побрякушку Побольнее буду биться Так, пойду навстречу курим Так, остался рецепт Он достаточно дорогой, 850 О, может чай этих сожрем Ну Блять, я один, нахуй надо Это уже Радианс Но это неудивительно, в принципе Абсолютно нормальный У меня бы Радианс даже уже гораздо раньше был При такой игре, как бы Тридцать третий минут в конце концов Смотрите, как на хвосте сколько висит Немощи, блять Немощи, ебаные О, Фейслис Войт бьет под это Под это хернёй, пипец Громотей Тупой Ушел, сука, ну ладно Можно было добить Но я думал, он сейчас купол поставит Он догадался не ставить под вышкой Купол Блин, я уже не знаю, куда бежать Блять, блять, он меня сагрил Ух ты мать Практически убили Ну я-то Про скил у меня Поэтому я ушёл Так, ну тут понятно Наши немощи никого даже убить не могут А их, конечно, во все тяжкие Морф десятого левела, красавчик Красавчик О, смотрите, про Бать это про Так Ща будет купол, я понял Ну, купол Ща мы его убьём Ах ты, сука Блять, немощи, ебаные Ебаные, ебаные, у него рефрешер Вот это, сука Ну тут до рефрешера уже, прикиньте Ну вы немощи, ебаные Удалите доту, вообще нахуй Никто играть не умеет Идиоты 0,9, блять Морф 1,8 Ахаха, ваной дебил, блять Пиздец Ну я пипец, я вообще немощи тупые Ну ладно, я-то вам покажу другое щеку Где я Нормальный, я-то не буду Комментить Лучше буду играть Надеюсь, мне Все-таки не с такими даунами попадется Я вам покажу уже Где я буду прокачанный Ну пипец, ну что с такими даунами делать Во-первых, пик Идиоты Ну, не, если бы Морф нормально играл То ладно, еще нормально Но Морф и Дио отконченный Он самый конченный Так, подлечимся Умирать нет смысла О, вот это грамотно Вот это грамотно Сейчас затащим Во, пошла игра, пошла У них инвокер ливнул А че нормально Тридцать седьмая минута Инвокер ливнул Батя тащит Ща посмотрим Надеюсь, инвокер не вернется Та затащим Дуракам-то везет, правильно? Так, дальше я буду собирать Криты Блин, у меня, видите, косяк Она сама пропадает Это баг такой Так, нужна помощь Ракам нужна помощь Рачкам Ну, чуть-чуть чисто подхарасить В принципе, смысла особого нет О, ну-ка Грамотно Ой Ой, стан пошел Вот это заебись Батя бежит на мид Так, батя бежит на мид Ну, конечно Если не батя, то кто? Видите, ни один дебил даже На топ не пытается бежать Ну, наконец-то Только батя везде должен бежать Ну, смотрите В блюдок Смотрите В блюдок Нет, посмотрите на эту идиоту А? Ну, конченый идиот Ну, Пурш, ты че Конченый идиот, блядь Кто будет, нахуй, это Топ чистить Да, да Он написал Он конченый идиот Блядь, еще таким ублюдкам повезло Попасть в обзор, сука Ну, да Он сейчас крипов будет, конечно Отиграваться на крипах Сейчас же эти вчетвером придут А это очень сложно будет Если они нас сольют Ну, меня-то они вряд ли сольют Но Этих дебилов они могут слить И, конечно, это будет хуево Потому что, несмотря на то, что нету этого Мидвокера Они все равно очень сильны Плюс рефрешер На ботом идем Видите, сколько у меня иллюзий Но это на крипах На крипах самая лучшая иллюзия Блядь Ой, ну, блядь Нина, ебан Вы видали? Вы видали эту Нину? Это пипец Это Слава богу У них такие же раки, как и у нас Только у нас просто чуть менее везло Они нам сейчас будут ломать Эту базу Саветика в драмоте Так, пора диффуз применить Я его никогда не применял, можно сказать Блядь, хуева ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой нам тут все ломается ну правильно раком то похуй что нам все ломает они же раки они на той раке что им пух идиоты блять конченый ладно пойду на базу похер тут на нгг да пипец смотрите а им вообще пофиг смотрите идиоты блять сука конченые идиоты заебище а рефрешером заебется бать и конечно на лоу хп ушел о это хук от бога да чуваки видите не повезло такой гайд не я вторую часть не буду ну ладно давайте небольшой так сниму тут долга игра получилась ну блин что тут поделать конченые идиоты так ну вот следующая игра правда опять попалась короче с раками тупыми но ну не то чтобы тупыми в принципе но слабо короче играют чуваки но все-таки батя затащил так сказать уже довольно таки неплохо вот написали за лансера играют только петухи и за скелеты не петухи видимо играет а нормальные пацанчики вот тут я уже начал на самом деле я с владимира чисто в качестве эксперимента потому что спорный вопрос что ему владимир или венгард я правда собрал то и то так я знал что краком скорее все попаду с большой вероятностью поэтому я собрал и то и то вот потом собрал диффузы теперь он достаточно крепкий сейчас собираю тараску так все отсюда я убегаю миссии соответственно вот у меня уже после того как я собрал не владимир и венгард естественно он становится уже очень тяжело убиваемым потому что он и крепкий и аура вампиризма вот сюда нечего соваться он зачем-то бежит дурачок их там 4 4 чувака смотрите чё ща будет даже 5 наверно ну иди вот блин я говорю как попал тут один другого врачей короче кто рачей знать конкурс рак так сказать вот я сам не знаю как у меня так удалось еще затащить но у них тоже раки приличные даже у них два рака акции акции от queen of pain это вообще просто смешно там вообще слов нет какие раки но я буду покупать тараску как это я отвлекаю потому что здесь драться нет смысла и 5 наши наши все где-то бегают непонятно где поэтому я лучше сейчас отбегу куплю самую главную заготовку для тараски я говорю это классный герой за него можно собирать эту и это все вкусно поэтому конечно можно говорить а может быть то собрать а может быть то собрать а может быть это собрать но все вкусно короче дефуза я собрал до до этого до максимума за макс вот видите как скелетон убиваем он 20 левела ведь я вот дефузом замедлил от диффуз для чего он замедляет очень сильно плюс первый скил замедляет плюс я начинаю разрождаться так сказать и короче идет просто за затаскиваю я и в тех играх вот я после того как я проиграл ту игру я еще в одну пошел тоже ее проиграл но там я тоже тащил офигенно просто но блин такие раки слов нет я не знаю зачем они играют причем я потом смотрю них там и по 200 побед ну процент естественно них низкий процент у них низкий как бы ведь они как меня уже боятся ничего сделать не могут вот и я то ли первый раз то ли села вот она меня пытается убить этими своими скиллами но у нее скиллы уже на меня не действует queen of pain у них вообще полная хуйня как бы он видали вычет вообще но она просто тоже рачина я несколько раз убивали она просто стоял на на виду закупалась просто не следила не следила что как бы тут мы пришли убили ладно я для прикола чтобы продлить я пойду вот сюда пропушу заодно куплю да куплю тараску и потом может быть еще что-нибудь соберу да своим бегом конечно долго бежать собака тут понятно что они их убьют большую вероятность у нас тоже вот антимаг это керри классный но на самом деле он слабо играл на просто учат скачался благодаря мне потому что я там все тащил и у нее была возможность качаться когда антимагом там есть любой рак кстати часто замечал такую фигню что рак раком а вот когда иногда им очень ну частенько почему-то везет они раскачиваются они так неплохо хуярит хотя в принципе когда у тебя там не знаю двадцать пятый левел а у других восемнадцатый левер левел наверно не сложен это не день но частенько бывает иногда кто-то так затащит потом стату смотришь а там рачина вообще страшно я так все покупает араску блин ступил так они мне говорят что что помиду давайте телепорт туда сделаем просто бежать в ламы я уже достаточно на фармил поэтому я могу себе позволить сделать телепорт симптома так они кстати могут на рошу пойти мы уже два рошу взяли но они тоже знают раки раками а значит у рошу есть как бы и учитывая что их видите их не видно они на рошу скорее всего сейчас мне кажется ну-ка давайте проверим они два два видно но все равно могут рошу быть хорошей нету но зашибись так тут замес идет блин а я дорожку не купил хотя я и без нее всех нас достаточно бесполезный герой ух ты мать но смотрите я подошел то есть путь толстый но от него толку мало единственном как мясо как бы бежит плюс он может застанет своей ультой иногда тоже крюком что-то но в конце я про лейд говорю сейчас они про это паук это вообще чисто для паба то есть бессмысленный бессмысленный этот абсолютно герой особенно в лейте он ничего не может сделать все его скиллы сделаны чисто для ганка но для ганка в начале короче блин они уже все руши к сожалению давайте не будем ломать над ними по издеваемости зачем ломаете давайте хулио интересным блин вот затащил тащил тащил но вот вы видите то есть это чисто я то есть магин тут понятно что тоже раскачался на магина потому что я там меди защел я не мог все снимать иначе уже плача полтора часа получится короче вот но вот я собрал считается в начале владимир тоже в принципе плохая вещь потом вэнгард но это катит именно в пабе уходите меня если в тима на тима взять я не уверен что это может прокатить то что достаточно дорого владимир с с этим с вэнгардом это достаточно дорого может быть и лучше и по другому качаться вот но в пабе достаточно неплохо катится раками как бы на что те главное не умирать а это очень крепким становишься владимир плюс плюс вэнгард но и дальше уже диффузы диффузы медляет офигенно в принципе вот это классно конечно но и повышает урон но и потом уже по желанию но лучше тараску что паще а потом уже криты и все он это уже бог будет просто вот 47 минут ну тут конечно рак рачей но не все раки были скелетон более менее играл но не потому что он круто видимо играла просто просто это герой такой может тащить а у нас но у нас все были раками в принципе я видел смотрел все раки ну а давайте до скорого